Хотелось бы узнать, в каких случаях имплантация может помочь? Друзья, я буду подсматривать на те вопросы, которые вы писали после анонса, поэтому я буду подсматривать и параллельно смотреть, какие вопросы вы будете задавать нам в чате здесь, в прямом эфире. В каких случаях имплантация может помочь? Асилкана Калбекова. Имплантация сейчас очень сильно развита и помогает во многих случаях. Основное, в чем помогает имплантация, это восстановление утраченных зубов. Люди удобно себя комфортно чувствуют, без съемных протезов. Они хорошо пережевывают пищу, тем самым мы исключаем заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть любое отсутствие зубов можно восполнить с помощью имплантантов. Не только для восстановления отсутствующих зубов, а также в ортодонтии используют мини-винты, ортоимпланты, азисит. В общем, имплантология сейчас расходится очень далеко и во многие, скажем так, отрасли стоматологии. Так что она сейчас очень-очень далеко идет. Кому из врачей нам нужно записаться? Допустим, я пациент, мне нужна имплантация. Кому из врачей помимо терапевта мне нужно записаться перед имплантацией? Только к имплантологу, вот к вам, или же дополнительно нужны методы исследования? Ну, во-первых, в первую очередь импланты ставятся для чего? Для того, чтобы восстановить утраченный зуб. То есть люди, пациенты, когда приходят в стоматологию, они приходят непосредственно, чтобы получить зуб, а не имплант. Поэтому им необходимо получить консультацию первоначально у того врача, который вам этот зуб даст. То есть это врач-ортопед. Врач-ортопед является здесь основным лицом вашего лечения. Он составляет план лечения, он говорит, сколько имплантов необходимо ставить, он говорит, какое протезирование будет, съемное, несъемное и так далее, и так далее. Поэтому, если, допустим, вы хотите получить первичную консультацию именно по тому, как вам нужно будет восстановить утраченные зубы, вам необходимо в первую очередь обратиться к врачу-ортопеду. Врач-ортопед анализирует вашу ситуацию в полости рта и уже начинает приглашать узких специалистов, таких как терапевт, ортодонты, имплантологи. Имплантолог уже, в свою очередь, смотрит на состояние кости, можно ли поставить туда импланты, есть ли необходимость восстановления костной ткани. В общем, уже свои такие тонкие моменты, которые будут благоприятны для того, чтобы ваши импланты встали и служили вам долго и долго. Какие анализы требуются перед установкой имплантов? Для чего это нужно и насколько это действительно необходимо? Анализы? Обычно мы отправляем на общий анализ крови. Во-первых, мы должны сначала исключить какие-либо общесоматические заболевания. То есть мы собираем анамнез, чтобы не было никаких сопутствующих заболеваний, такие как онкология, туберкулевые заболевания, кровесистемные заболевания, которые очень плохо могут повлиять на вживляемость наших имплантантов. Поэтому человек, который уже приходит на имплантацию, он вкратце знает о своем состоянии здоровья. И если, допустим, по его анамнезу у него, в принципе, все благоприятно, то тогда мы уже отправляем на общий анализ крови, сдает кровь на сахар, на свертываемость микрореакции, маркеры гепатитов. Ну, ВИЧ, обычно еще гликализированный гемоглобин, чтобы посмотреть, нет ли скачков сахара в течение, допустим, последних трех месяцев. Потому что тоже может плохо повлиять на заживляемость слизистой. Ну, как бы, мы смотрим для того, чтобы это все у нас быстрее заживало. Друзья, я вижу все ваши вопросы, которые поступают сейчас в прямом эфире. Сейчас, пожалуйста, пишите все возникающие у вас вопросы по теме имплантации. Я видела, что нам ответили, что не очень интересная тема. Но, к сожалению, у нас сегодня тема имплантация, поэтому будем сегодня имплантацию обсуждать. А далее эфиры, которые будут у нас запланированы. Более другие темы вы можете также под постом предлагать. Пока что разбираем имплантацию. На все ваши вопросы, которые возникают, мы ответим в конце эфира. Айсалкана Кубековна, также очень много спрашивают пациентов, больно ли устанавливать импланты и будут ли отек после имплантации. Установка имплантов абсолютно безболезненная процедура. Мы ее проводим под анестезией, под очень легкой и мягкой анестезией. То есть мы при установке имплантов не обезболиваем основные нервы, просто обезболиваем десну вокруг установленного имплантата, так как в самой кости нет нервных окончаний. И поэтому сама процедура безболезненная. После, да, когда проходит анестезия, пациент испытывает небольшие болезненные ощущения, но на этот момент мы назначаем ему... Во-первых, мы после операции ему делаем сразу обезболивающие, и последующие три дня назначается обезболивающий противооспалисинный препарат, с которым пациент себя комфортно чувствует и не ощущает никаких болезненных ощущений, никакой боли. По поводу отеков все зависит от того, какая процедура была. Если больная на имплантация, то, скорее всего, отеков не будет. Если же имплантация прошла с подсадками костной ткани, где необходимо было, допустим, восстановление по объему или по высоте костной ткани, или, допустим, операции такие, как синус лифтинг, или тогда, когда идет забор костной ткани, либо же, когда идет пластика. Да, бывает небольшая отечность, но не такая, чтобы совсем все распухло. Для этого тоже мы назначаем препараты, которые ускоряют процесс рассасывания этих отеков. Отлично. Спасибо большое за ответы. Очень много также пациентов спрашивают, из какого материала изготовлены импланты. Также могут ли они не прижиться? Очень много пациентов спрашивают. Вообще понятие «не прижиться» есть ли такое в медицине, есть ли у вас у имплантологов такое понятие, что это значит и часто ли это бывает? Все импланты, его основное, как бы, они состоят из титана. И разные фирмы дают разные компоненты еще дополнительно, там, допустим, добавляют ланадин, либо алюминий, либо еще что-то. Но, как бы, основная часть, основной процент – это титан. Титан воспринимается нашим организмом очень, ну, фактически как свой родной. Поэтому мы используем именно титановые имплантанты. Для того, чтобы импланты стали, допустим, более... плотнее, допустим, или, наоборот, более мягче используются дополнительные примеси. По поводу того, приживляются ли имплантанты, как бы, очень высокий процент приживления имплантов, более 95% имплантов приживляются. Но также бывает не то, чтобы не приживление, фиброинтеграция между, допустим, имплантами между костной тканью образуется не костная ткань, а и образуется мягкая ткань, в результате которой импланты не могут очень плотно находиться в костей. И по этой причине докторам приходится убирать этот имплантант и переустанавливать его по новой. Часто такое встречается? Крайне редко. Друзья, кто писал этот вопрос нам, будьте вот осведомлены о том, что это достаточно безопасно, Следующий вопрос, который к нам поступил, можно ли одновременно с удалением зуба или в тот же день, когда удаляли сегодня зуб, проводить имплантацию? Да, конечно, можно будет, но только нужно будет посмотреть, достаточно ли костной ткани для того, чтобы зафиксировать имплантант, потому что одним из моментов благоприятного приживления имплантанта это первичная его фиксация в костной ткани. То есть, если мы удаляем зуб, и там слишком большой дефект костный, и имплант нам необходимо поставить именно в это место, то, естественно, речи об имплантации быть не может. Но если, допустим, мы удаляем зуб, и у нас максимально сохранены все стенки костные, и мы знаем, что в этих стенках у нас наш имплант может зафиксироваться, грубо говоря, то мы можем его туда установить. Конечно. И если нет воспалительных явлений. Отлично. Друзья, я вижу, что очень много к нам присоединяются. Тема у нас сегодня имплантация. Вопросы, которые возникают по имплантации, пожалуйста, задавайте сейчас здесь в прямом эфире. Ранее, которые поступали, вопросы, мы на них уже отвечаем. Следующий вопрос – это, если по результатам исследования требуется костная подсадка, что это такое, насколько она нужна, насколько она важна, и болезненна ли эта процедура? Ну, скажем так, больше, чем в 50% случаев не есть необходимость именно в процедуре восстановления костной ткани или по-простому костная подсадка. Импланты нам необходимо установить не там, где есть кост, а там, где необходимо поставить коронку. То есть нам необходимо поставить имплант в правильное положение для протезирования. Поэтому в некоторых случаях бывает, что именно в этом месте, там, где необходимо поставить имплантат, у нас недостаточно костной ткани. И тогда в помощь нам приходят такие манипуляции, как синус лифтинг – это подсадка костной ткани со стороны гаймеровой пазухи. Или, допустим, расщепление альвеолярного гребня, когда он слишком узкий, и мы его увеличиваем по объему. Либо же, когда приходится восстанавливать объем костной ткани, когда слишком узкий гребен, и нам его приходится восстанавливать. И по объему, в некоторых случаях, и по высоте. То есть очень часто используются костные подсадки именно в эпидемиологическом лечении. То есть это достаточно такая частая процедура, она достаточно безболезненная, но она очень важна. Нужно учитывать также наши дорогие слушатели, то, что чем больше вы ходите без зубов, тем больше убывает костная ткань. Это очень важный момент. Поэтому, пожалуйста, любите себя, ставьте свои зубки вовремя, берегите свои зубы, ухаживайте за зубиками. Следующий вопрос, это как ухаживать за имплантами сразу после имплантации. Какие рекомендации вы даете, Селтона Кубекуна? И в целом, что вы рекомендуете? Ну, естественно, гигиены, гигиены, гигиены. Это самое важное, что необходимо, потому что в полости рта у нас очень большое количество микрофлоры. Так как мы устанавливаем имплант, мы открываем костную ткань, костная ткань у нас стерильная, нам нужно, прям необходимо, чтобы полость рта в это время была максимально чистой. Поэтому после имплантации мы назначаем растворы антисептические для того, чтобы пациент делал баночки для очищения этого места от всякого рода микрофлоры. Также назначаем профилактические антибиотики, потому что для того, чтобы исключить воспалительные процессы. Обычно назначается 3, максимум 5 дней. Этого достаточно. Ну, обезболивающие они тоже для... Кроме обезболивающего эффекта обладают еще и противовоспалительным эффектом. Ну, это вот как бы 3 основных таких вот момента, которые необходимо назначать после имплантации. Да, и обязательно это важно все соблюдать. То есть все рекомендации доктора, дорогие наши пациенты, обязательно соблюдайте, потому что все, что рекомендует доктор, это очень важно, особенно после хирургического вмешательства. У нас возник один вопрос от пациента. ему нужно ставить импланты, но он пока не хочет, боится, говорит. Есть ли альтернатива какая-либо имплантация с Луканой Кубековым? Конечно, альтернатива всегда существует, потому что имплантология вообще вышла из чего-то, да, она вышла как раз таки из тех же самых мостовидных протезов, съемных протезов, мерлинг мостов, да и вообще просто ничего не делания тоже оттуда же и вышла. Но чтобы, допустим, если вы хотите в будущем иметь максимальное количество зубов, то лучше это делать своевременно. Отлично. Друзья, вопросы, которые возникали после анонса нашего сегодняшнего эфира, мы все записали. Самые основные, было очень много повторяющихся вопросов, они были похожи, поэтому мы их скомпоновали вот в такой список, который сейчас вы только что услышали. Сейчас мы будем отвечать на те вопросы, которые вы сейчас писали в прямом эфире. Я возвращаюсь в начало. Первый вопрос. Вы где принимаете, в каком городе? Оселканна Колбековна? Основное мое место работы это Алмата, клиника DentLux, Намира Калинина. Также я посещаю наши филиалы в городе Усть-Каменогорск, иногда бывает Ватрау, иногда даже братьев не бывает. Вот. Вот, видите, вы можете к Айсалтану Колбековне практически в любом городе попасть. Так что записывайтесь, друзья. Следующий вопрос. Хочу брекеты. Ну, это я уже говорила, что тема у нас сегодня имплантации, поэтому, если следующая тема у нас будет по брекет-систене, ортодонтическая тема, то, пожалуйста, будем рады вас видеть вновь. У ребенка сгнил зуб, передний, верхний, ждать, пока сам выпадет, или удалить. Так. Сколько лет ребенку? Это вот основной, как бы, важный момент. Если время подошло к смене зубов, то, конечно, удаляйте, потому что там уже растет постоянный зуб. Если же ребенку там 2-3 годика, еще нам 2-3 года ждать до появления постоянного зуба, то тогда я бы рекомендовала сходить к детскому терапевту и проанализировать эту ситуацию. Если возможно спасти зуб, то тогда спасайте. Но лучше получить первоначальную консультацию детского врача. Так, отлично. Благодарим за комплименты. Будем стараться так же выглядеть, так же отвечать где принимаете. Вот уже ответила Исалка Макубековна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по срокам, сколько занимает подготовка к установке импланта? Так, как я и говорила, нужно первоначально посетить врача-ортопеда. Он посмотрит на ситуацию, потому что очень часто бывает подключение врачей-ортодонтов. Допустим, если долго отсутствовал зуб и зубы сместились, допустим, или опустились вниз, то необходимо провести ортодонтическое лечение. И все зависит от ортодонтического лечения. Если, допустим, у вас все хорошо, не нужно делать никакого ортодонтического лечения, то тогда необходимо просто провести санацию полости рта. То есть, если где-то кариес есть, провлечить кариес, снять зубные отложения, провести протонтологическое лечение, и вы, в принципе, сдать анализы, и вы уже в полном готове для облантации. отлично. Следующий вопрос. Вчера убрал швы, когда можно жевать этой стороной? Если вы чувствуете, что у вас ничего не болит, то, пожалуйста, жуйте. Следующий вопрос. Здравствуйте, можно ли ставить импланты для беременных женщин? Спасибо. Я бы не рекомендовала, потому что имплантация идет под контролем рентгеновских снимков. Во-первых, мы делаем снимок до, чтобы посмотреть состояние костной ткани. То есть, мы делаем 3D-снимки, возможно, на этапе иногда приходится делать контрольные снимки, потом после имплантации обязательно проводится снимок, чтобы посмотреть, как у нас установлены имплантанты. Через 3-6 месяцев после того, как уже проведена имплантация, непосредственно перед раскрытием и перед протезированием проводятся еще раз рентгеновские снимки. Также после имплантации назначаются антибиотики. Все это проводится под обезболивающим. То есть, слишком много моментов, которые нежелательны для вынашивания ребенка. Поэтому, если вы сейчас беременны и хотите поставить имплант, я вам рекомендую выносить ребенка, родить, откормить, потом, пожалуйста, приходите, мы вам все сделаем. Если же, допустим, вы уже поставили имплантанты и забеременели, то тогда, в принципе, выносите ребенка и приходите, мы дальше будем с вами работать. Следующий вопрос. Бывают ли переимплантации? Да, конечно, когда, допустим, есть необходимость, иногда бывает потеря кости в последствии, или иных моментов, допустим, воспаления десен, пациент, допустим, как бы вообще не ухаживает за этим, поставил импланты и забыл, да, приходится, допустим, у имплантов произошло воспаление, костная ткань начала уходить, тогда, да, лучше убрать имплант, поставить новый. Это называется переимплантация. Либо, допустим, фиброинтеграция, я до этого говорила, тогда, да, тоже мы удаляем имплант, устанавливаем его повторно, и тогда, как бы, это тоже называется переимплантацией. Следующий вопрос. Добрый день после наркоза. Дорогой наш пользователь с ником Катюша, 8363. Проверьте, пожалуйста, свой вопрос, потому что немножко некорректно, возможно, Т9 исправил слова, и мы не можем понять ваш вопрос правильно. Откорректируйте, пожалуйста, и мы ответим на ваш вопрос. Здравствуйте. Хотел бы узнать цену брекетов. Цену брекетов вы можете узнать через колл-центр. Там вам ответят на ваш вопрос. Костная подсадка всегда ли возможна? Костная, ну, не всегда. Но, как бы, есть такие моменты, когда костную подсадку можно будет обойти. Поэтому эта информация, как бы, очень индивидуально по каждому пациенту конкретно, поэтому мы их отправляем на 3D-снимки, обсуждаем, решаем, поэтому мы все это проводим, ну, как бы, совместные консультации с врачом-ортопедом, чтобы сделать так, что для пациента он ушел отсюда у нас с зубами, затем пришел. Иногда, допустим, подсадки на верхней челюсти, связанные с заболеванием гайморовых пазух, тоже, как бы, не проводятся, либо проводятся после полного лечения ваших гайморовых пазух. Достаточно развернутый ответ. Спрашивают, не больно? Нет, не больно, как уже говорила Асалкана Колбековна. По этому поводу не переживайте, анестетики в клинике очень хорошие, доктор просто высший класс, специалист, поэтому вы будете в надежных руках, когда придете на имплантацию к Асалкану Колбековне. Следующий вопрос, лучше начинать имплантацию с нижней челюсти Асалкана Колбековна. Вообще имплантация мы не выбираем верхнюю челюсть либо нижнюю челюсть, мы составляем план лечения и уже дальше устанавливаем импланты на основании этого плана лечения. Но могу вам сказать так, что допустим импланты на верхней челюсти мы выжидаем чуть дольше, по срокам приживления, чуть дольше, нежели импланты на нижней челюсти, потому что нижняя челюсть у нас более плотная и как бы мы можем быстрее их нагрузить. Следующий вопрос, здравствуйте, скажите импланты, вживлять больно? Ну, уже ответили, не больно абсолютно. Имплант переднего зуба будет ли виден под десной? Боюсь решиться. Для того, чтобы не был виден имплант под десной, необходимо проводить костные пластики, работу с мягкими тканями. В общем, смотреть, опять-таки, если, допустим, у нас очень узкая костная ткань, пациенту предлагается проведение очень такой массивной костной пластики. После этой костной пластики обязательно необходимо провести увеличение объема слизистой, для того, чтобы он себя чувствовал более комфортно и как бы с точки зрения пациента это все выглядело эстетично. Отлично. Так, не трудно работать хирургом и плантологом? Мужчине, наверное, легче? Да нет. Не трудно, абсолютно. Послушала с большим интересом, внушает доверие, благодарю за ответ. Благодарим вас за вопросы, которые поступают. Добрый день. После наркоза рассыпались два зуба, седьмой и восьмой, остались корни. Как лучше сделать? В первую очередь записаться на консультацию к врачу-ортопеду, чтобы он посмотрел, есть ли необходимость вам устанавливать седьмой и восьмой. Ну, восьмой вряд ли нужно будет устанавливать, есть ли необходимость установки седьмого зуба. Если как бы есть, то тогда он уже отправляет ко мне, мы уже дальше делаем снимки и обсуждаем вопрос о том, есть ли необходимость в имплантации в этой зоне и нет, и как это все будет проводиться, как долго это все будет проходить, сколько это будет стоить и так далее. Друзья, в принципе, на все вопросы мы ответили. Если у вас есть еще какие-то вопросы интересующие, пожалуйста, напишите под постом Вижу, альфа-био имеют примеси, остом из коммерчески чистого титана, для верхней челюсти что выбрать? Я скажу так, выбор импланта в основном проводится именно врачом-имплантологом, то есть, если, допустим, врач-имплантолог вам советует поставить в данной ситуации такой имплант, доверьтесь врачу-имплантологу и ставьте такой имплант. Это не выбор пациента, это выбор врача, для того, чтобы вы могли дальше с ним, с этими имплантами комфортно себя чувствовать. Так что вертся врачу-своему. То есть, как я поняла, как не хирург, каждый имплант он предназначен для определенной клинической ситуации, верно? У каждой фирмы есть импланты и для верхней челюсти, и для нижней челюсти, и универсальные импланты, поэтому говорить о какой-то конкретной фирме, что, допустим, эта фирма хорошо работает на верхней челюсти, а это на нижней челюсти. Так нельзя говорить, потому что у них у всех есть своя линейка, и они все разрабатывают импланты для всех типов костей, для всех вариантов, допустим, узкие, короткие, для мягкой костной ткани, для жесткой костной ткани. Так что здесь выбор только идет врача-имплантолога, какой он системе доверяет и какой он работает. Отлично. Цены на импланты, на передние зубы и на задние одинаковы? Абсолютно. Все зависит только цена импланта, что впереди, что сзади. Это цена импланта. А уже цена костной подсадки, она, конечно, отличается, потому что все зависит от того, сколько затраченного материала, какой объем работы проведен, и так далее, и так далее. В основном плавает в цене только это костные манипуляции. Цена импланта остается всегда стабильной. Ну, и добывают скидки. Какие импланты лучше? Наверное, вы имеете в виду здесь марку, да, производителя, какие импланты лучше? Ну, я сейчас не могу об этом говорить, потому что это очень, скажем так, тонкий вопрос, поэтому, опять-таки, скажу, для, допустим, каждый имплантолог для себя выбирает свою систему, какая лучше. Так, снова вопрос по брекетам. Друзья, у нас тема сегодня имплантации, пожалуйста, ортодонтическую тему мы будем обсуждать позже. Штрауман делают маленькие импланты, как часто требуются такие маленькие импланты? Маленькие импланты, да, есть необходимость в установке, когда идет большой недостаток костной ткани и возможность сделать костные подсадки либо нету пациента, либо какие-то анатомические моменты, при которых лучше не делать эти костные подсадки. Поэтому есть выход всегда короткие имплантанты. Короткие импланты, они очень хорошо работают, если с ними правильно работать, если правильно подготовить и костную ткань, если правильно подготовить и мягкие ткани перед протезированием, для того, чтобы наш импланты в дальнейшем себя комфортно чувствовали. поэтому то, что сегодня имеется на рынке, допустим, тонкие импланты, короткие импланты, оно все работает в той или иной ситуации. Нельзя сказать, что, допустим, у нас вот такой объем кости, мы поставим короткие импланты. Нет, мы должны поставить импланты такие, какие необходимы, но если у нас очень маленькая высота костной ткани, и мы можем воспользоваться короткими имплантами, и они будут очень неплохо себя вести. Достаточно обширный ответ. Лазерные импланты сколько будут стоить? Лазерные импланты нету, то есть нету лазерных имплантов. Есть, когда мы работаем лазером, мы работаем только с мягкими тканами. Допустим, для того, чтобы сделать разрез и установить имплантанты, в основном все хирурги используют скальпель, некоторые хирурги используют лазер. Я как бы за более классическую процедуру, поэтому я работаю скальпелем. Спрашивают, приезжаете ли вы работать в Астану? В Астане очень много сильных хирургов, поэтому необходимости как бы приезжать туда нету. Мы в основном по региону есть. Доктор из Атерау приглашает, говорит, что вы шикарно выглядите. Спасибо. Брекеты, снова вопрос по ортодонтии. Брекеты, будьте добры, уточните через колл-центр. Вас ориентируют, потому что брекетов, видов очень много, и вас ориентирует колл-центр по стоимости. Друзья, какие еще вопросы? Когда будут выращивать зуб Астану Клубековну? Выращивать зуб, ну, работают над этим ученые, что-то делают, но еще на рынке продаж этого нет. Вот, но все в перспективе. Может быть, даже Астану Клубековну и вырастет сама первый зуб. Все может быть, будем ждать. Друзья, какие еще вопросы? Ждем. Достаточно полные ответы нам дала сегодня Астану Клубековну. Прямо очень классно. Астану Клубековну. ага. Астану Клубековну. Может быть, еще какие-то вопросы возникают у пациентов, когда вы выходите на консультацию к другим специалистам, на те, которые мы сегодня не ответили, возможно? Очень часто пациенты, когда находятся в кресле и когда мы проводим процедуру, они говорят, да, действительно, не больно, но чувствуется по ним, что у них что-то внутри остается. Я спрашиваю, скорее всего, у вас остается вопрос, интересно, что же будет ночью или, допустим, что же будет, допустим, спустя 2-3 часа. Поверьте, это не больно и больно не будет даже потом, потому что все это идет под прикрытием обезболивающих препаратов и вы спокойно это все перенесете. Так что бояться не надо, приходите, делайте, наслажайтесь комфортным жеванием шашлыков. Классно. Вот еще вопросы. Под общим наркозом возможно имплантация? Да, конечно, делают и под общим наркозом тоже, но я считаю, что имплантация не настолько тяжелая процедура, чтобы ее делать под общим наркозом. Некоторые удаления зубов намного тяжелее, нежели обычная стандартная имплантация, поэтому не думайте о том, что это что-то очень страшное. Самая банальная процедура, допустим, обычная установка одного имплантанта со всеми анестезиями, со всеми швами занимает не более 15 минут. Так, следующий вопрос. Ольфа-Био имеют маленькие импланты, Солкана Кубековна? Да, самый маленький имплант Ольфа-Био 6 мм, самый большой 16 мм, по диаметрам у них самый тонкий имплант 3,2 мм, самый большой имплант 5 мм. Так что разброс имплантов очень велик, и поэтому можно будет под каждого пациента подобрать именно тот имплантант, который ему необходим. Отлично. После установки сколько времени нужно ждать после установки импланта? У нас, как бы, мы идем из опыта мировых имплантологов, поэтому ожидаем все-таки 3 месяца на нижней челюсти, 6 месяцев на верхней челюсти, хотя в некоторых случаях сроки сокращаются, сократить можно. Спрашивает колл-центр номер, ну, так как мы с доктором находимся в Алмате, номер колл-центра 312-33-33. В других городах также вы можете зайти на сайт Датлюкс и посмотреть номера других колл-центров других городов. Сколько будет стоить один зуб имплант по ссылкам к увекам? В клинике Намира один имплант стоит 120 тысяч тенге, это просто сам имплантант. После этого есть необходимость установки формирователя Дисны для того, чтобы создать условия для будущих коронок. И потом идет стоимость отдельно коронки. Коронки там идут металлокерамические, цирконевые и разброс идет от 87 тысяч и выше. Если, допустим, вы попадаете в акционный месяц, допустим, он в октябре у нас проходит именно сейчас, то стоимость импланта стоит 107 тысяч тенге. Ой, 107,4. 107,4 тысяч тенге, да. Коронки какие лучше установить? Следующий вопрос. В идеале, конечно, циркония это самый лучший материал на сегодняшний день, потому что для нашего организма он биоинертен, то есть воспринимается организмом как свою родную эмаль. И явления, какие-то малейшие явления воспаления в области этих коронок минимальные. фактически их не бывает. Почему другие импланты не устанавливаете? Мы работаем с этой системой на протяжении наверное лет 20, но компания Дентлюкс именно. Почему? Потому что они зашли первые на рынок и они уже себя очень давно как бы показали все плюсы, все минусы, поэтому мы знаем про эти импланты очень много и как бы они для нас приемлемы во всех планах. Отлично. Следующий вопрос. Как быстро бывает костная ткань и как можно не бояться имплантам? Как быстро бывает костная ткань? Костная ткань, ну смотрите, костная ткань вообще когда мы установили имплантанты проводятся какие-либо манипуляции именно с десной, то костная ткань начинает немножко рассасываться. Вообще в первый год рассасывается она около 0,5 миллиметров и каждый последующий год 0,1 тире 0,2 как можно не бояться имплантам? Ну если вы не боитесь стоматолога импланта бояться не надо. Лазерная имплантация или обычная что посоветуете? про лазерную уже говорили. Да, вы уже сказали лазерная я приемник все-таки стандартной имплантации обычного хирургического приема. Друзья пока что вопросов я не вижу скажем что у нас сейчас идет акционный месяц по имплантации как уже говорила ранее Айсал Канакулбековна поэтому кому нужно установить импланты добро пожаловать будем ждать вас все спасибо большое друзья всех рада видеть так а вот еще вопрос доктор ваше мнение не возникнет ли проблема живешь в одном городе установка импланта и подсадка в костной ткани так но смотрите я так понимаю что вы подразумеваете если вам делали какие-либо манипуляции приезжий доктор допустим когда я приезжаю непосредственно в региональные наши клиники у нас там имеется обязательно хирурги которые местные хирурги которые там работают поэтому вы никогда не остаетесь один то есть я поставила уехала и все и на этом мы про вас как бы забыли нет вы полностью находитесь под наблюдением наших хирургов наших врачей которые непосредственно живут и работают в том городе где вам установили эти имплантанты поэтому как бы чем и хороша система Дентрюк что у нас довольно таки много клиник в разных городах и находясь в одной клинике допустим там же в Астане если вам что-то провели и вам необходимо срочно в Алматы вы можете приехать и здесь снять швы или показаться на осмотр доктора между собой очень контактируют созваниваются если что-то непонятно так же как и наши медицинские карты могут спокойно перемещаться из одного города в другой то есть ваша история будет всегда под контролем врачей которые находятся в одной компании какая гарантия сколько гарантия по юридическим документам нам мы даем гарантию один год а вообще импланты очень долго стоят поэтому не думайте что через год с ними что-то произойдет если за ними будет правильный уход если за ними будет то есть вовремя протезирования проводения имплант-сервиса то тогда ваши импланты будут служить и служить вам так следующий вопрос здравствуйте кто у нас присоединился здравствуйте на 4 передних зубов стоит металлокерамика хотел заменить на цирконий но 4 зуба дороговато предусмотрены ли скидки скидки у нас всегда предусмотрены следите за нашими сторисами на сколько лет хватает импланта если за ним будет хороший уход импланты будут стоять очень и очень долго отлично ждем в Павлодаре но да значит скоро доктор будет в Павлодаре друзья огромное благодарю за ваше внимание за ваши вопросы время у нас уже заканчивается если какие-то вопросы у вас остались еще пожалуйста задавайте под постом мы на них будем отвечать или вы же можете связываться с колл-центром записываться на прием к Айселкану Колбековне и она вас проконсультирует полностью до встречи друзья всего доброго до встречи